Я курил почти 21 год. Если точно, первую сигарету выкурил 4 октября 1969, последнюю 15 июля 1990 года. Но исходя из своего опыта курильщика и некурильщика, полагаю, что нынешний закон о курении, точнее о борьбе с курением, будет не очень эффективен по части этой борьбы. Да, он действительно причинит некурильщикам массу мелких неприятностей, но без пропаганды, без никотинового образа жизни, без распространения психологических и химических средств отвыкания от курения, без появления безвредных форм приема никотина в тех случаях, когда этот химический костыль оказывается меньшим злом, поскольку, в общем, сейчас нет более дешевых и быстродействующих средств нормализации нервного напряжения, именно нормализации, расслабления слишком напряженных и, наоборот, напряжения слишком расслабленных. Нет более эффективных и дешевых средств, чем никотин, соответственно, это значит, что должны быть предусмотрены какие-то, нет столь опасное, как курение, средства приема никотина в медицинских обоснованных случаях. А то сейчас до анекдотов доходит, закон запрещает электронные сигареты несравненно менее опасное, чем обычное. Просто потому, что разработчики закона, похоже, руководствовались не целью предотвратить ущерб, вызываемый курением, что сказано в заглавии закона, а максимально напакостить тем, кто нас не слушается.